вы знаете вот это конечно все хорошо но мы до такой позиции я за всех сказал мы бога за все благодарим если отобрал благодарим если что-то дал тоже благодарим за все благодарим тогда он свернул и пойдемте за стол то есть он понял вот она позиция за все благодарите что с вами происходит и тогда жизнь будет у вас совершенно иной благодарите господа за все у нас отобрал заболели бегом где молитва где там священник что делать давайте спасаться паника все время а вы поблагодарить его за все дом сгорел поблагодарить и ну как не дай бог но бывает полезно чтобы он сгорел у кого-то знаете или нет до жестоко нет для души полезно для души полезно поэтому благодарить как можно раньше за все тогда и дом не сгорит поняли а за мелочи благодарите бьет он вас благодарите заболели благодарите подарок дал благодарите и не и зато и за другой искренне и с одинаковой силой да а то за подарки вы сильнее благодарите а за неприятности ну так вот значит не благодарите да вот она вот если эта позиция будет просматриваться это высший пилотаж духовной работы не надо никаких там достижений вот это будет самое главное достижение смиренно благодарить господа за все и тогда ваша жизнь совершенно неожиданно чудесным образом изменится и вы даже не поймете что все изменилось вы будете ждать каких-то неприятностей а их нет ну привыкли к неприятностям да в основном в духах нет откуда почему образовалась такая жизнь да потому что вы его за все благодарите потому что смирение это есть рост духовной силы как только вы убираете его который чего-то хочет который неблагодарна то вы наполняетесь духом а коль вы наполнились духом где взяться то всяким бедам их нет понимаете как очень тонко перетекает казалось бы грешная вот такая эгоистичная жизнь с нашими желаниями и хотениями жизнь совершенно так сказать удивительную без этих ухап и рытвин и окружающие по-другому к вам относятся вообще все по-другому но вы это замечаете спустя какое-то время ну не сразу наверное ясно почему потому что вам трудно сравнить ибо вас нет каких-то там насчет выплеск вот сейчас так а потом вот так на контрасте нет этого а есть постепенное перетекание вашей бессмысленной греховной жизни в некую совершенно принципиальную жизнь постепенно это трансформация очень мягкая очень тонкая понятно то есть очень простые вещи вообще делать то надо мы-то привыкли умом все осложнять что это должна быть какая-то борьба постоянные непрерывные в молитвах в стенаниях там в каких-то усилиях оказывается благодаря его за все и больше ничего не нужно я чем раньше ты начнешь его благодарить тогда ничто у вас не не сгорит никто вас ничего не украдет ногу не поломаете и дети будут здоровы вот когда пришла женщина проблемы с сыном проблемы проблемы сильные 24 года сына там с наркомании проблем всегда чем она течение шести лет борется 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 и все бесполезно то есть она периодически мне приходила я кое-что я и говорил но она все время на одной и той же позиции я должна его вырвать я должна его рот на ситуации все как бы ухудшается чем ухудшается последовательно пришла в черном вся вот как на кладбище в чё ты ходишь как на кладбище но одень что светленькая через неделю она приходит светленьким совершенно другая а чем мне делать и куда отпусти ты сына пусть он делает что хочет сейчас вот дай возможность себе набрать силу чтобы потом ему помочь а так ты ему не поможешь свое в этом горе в этом не снимаем им чё нам платки и во всех этих своих черных вещах один чуть светленько и она сразу преобразилась то есть потихонечку надо как-то свою жизнь как бы перенаправлять и тогда возможно в силу у тебя появится чтобы помочь своему ребенку ты шесть лет ничего не можешь сделать ничего только все ухудшается а ты же время борешься собой ничего не делаешь только себя загоняешь вот в эту мрачную темную жизнь во всем понимаете насколько важно понять вот то чувство меры почувствовать что давай меняйся сам потому что ты только вредишь своим вот этим вот состоянием тому кому ты хочешь помочь ты ему помочь не можешь и себя губишь понятно помочь можно только обретя силу обретя свет внутри а если ты все время во мраке и вот в ночи в этих стенаниях и в страданиях тонете оба все что можно по-человечески она сделала там лечебницы все я говорю по-человечески все что можно сделала сделала что еще делай себя господь ясно показал бесполезно по-человечески что что могла сделала теперь делай себя может что-то изменится и наверняка изменится это очевидно совершенно это для нее урок не для него а для нее он удовлетворен своим он действительно удовлетворен ему нравится это нравится ну что ты можешь сделать вы понимаете ничего не сделаешь кому-то пить нравится водку пьет он и пьет ну нравится и плюет на все на родственников на детей там на жен нравится ну борись год поборолась два ему нравится он тебя туда тянет но изменились начни меняться вот эта жизнь она же нас учит вот он 13 наш то самый настоящий да где нас тренируют нам дает понять что нам делать всем неоднократно мы наступаем на те же самые грабли неоднократно раз два три они приходят люди говорят вот трижды одна и та же ситуация я говорю а ты как-то попыталась вот ну во всяком случае изменить в этой ситуации свое отношение к ней ну по-другому поступить нет все так же поступал да ну вот поступи по-другому поступи не по уму а совершенно ну как там внутри иногда вот сделай по-другому нет мы опять по уму по выгоде поступаем а ты поступи как вот все цито тихонечко тебе сказано тихо в первый момент да а потом уж ум вступает эмоции а ты вот послушай чем внутри уж третий раз ту ну куда же дальше чем ситуация достаточно такая тривиальная который бьет в одно и то же место измени решение сделает все по-другому послушай чет там у тебя это голос то говорит и все очень нас бережно учат очень бережно я убедился в своей жизни бережно но как только ты набираешь силу ну достаточно сил набираешь и каким-то образом вроде бы удовлетворился тем что сделано и если переступаешь какую-то счету бьют очень больно больно очень вот когда ты силу вроде набрал то чувствовал теперь я уже что-то а ты никто тебя показывает щелкнут и никто пока не сделано все не сделано ничего не своевольничай слушай голос то так что когда немножко оперитесь в духе это очень внимательно будьте очень внимательно вот здесь уже нарушение они такие болезненные последствия могут иметь но это уж если чего-то сделано понятно да